Субтитры создавал DimaTorzok До конца 80-х годов, когда Годунов победил своих соперников Вечных Шуйских И знаете, что я хотел бы? Я просто упустил этот момент А вообще-то объясните, кто такие Шуйские и почему они мутили воду весь 16-й век И Рюриковичи тоже, кстати О, а там есть такой интересный момент Даже, кстати, Василия Шуйского в некоторых моментах можно вообще последним Рюриковичем считать Смотрите, ну конечно, естественно Естественно, а как иначе? Смотрите, ну они сделали такую хитрую историческую подложную хитрость Дело в том, что они вели свой род Суздальских князей Рюриковичей От Андрея, от князя Андрея Эти, получается, от Мономашичей, а те уже от Андрея Послушайте, от Андрея Так вот, они изменили Андрея То есть, по сути, ну, многие историки говорят, они свой род вели от Андрея брата Александра Невского Ну да Тот, который, помните, там склестнулся, там был против татар, там и так далее Потом проиграл Ну, с которым Александр Невский даже вынужден был немного бороться Со своим братом Ну, то есть, по идее, шуйские вели от него А они переначали, как будто они вели род свой от Андрея сына Александра Невского А, Андрей, да не тот Андрей, да не тот И получается, что они, как бы, старше, вот по этой их версии, они старше Даниловичей А, на ступенечку стали постарше Да, то есть, Андрей-то был старше Ну да, да Там было три сына Вспомним наши беседы в противовременах Было три сына Андрей, Дмитрий старший, Андрей средний и Данил младший Младший и Даниловичи пошли Вот это была московская вец Все понятно А они, опа, и переначали, как будто мы от этого Андрея, от более старшего И вот это вот их нахрапистость, нахрапистость вот эта вот Объяснялась вот этой вот подлогой Я не буду вот утверждать прям сто процентов Но историки это заметили Это как бы вот такой посыл интересующимся Ну, интересуйтесь, пожалуйста, про эти вещи надо интересоваться Вот в чем было Вот многие говорят, вот в этом была наглость Этих шуйских, что они ставили себя вровень и выше всех этих Даниловичей Московского двора Да, вот это вот очень интересно И к концу 80-х годов В 88-м году, как мы в прошлом раз говорили Годунов их полностью шуйских сослал Оставив всего двух Двух братьев С которыми вместе они там где-то квасили там по молодым делам Ну, в то же время Ну, понятно, они были одногодки Значит, с Василием Шуйским и с Дмитрием Шуйским Они были где-то вот одного возраста То есть он их оставил И они как бы ему были временно лояльны Остальных шуйских он просто подавил Вот это было интересно Мы сегодня Значит, что мы должны с вами сказать По шести недель сугубого церковного поминовения Усопшего, но представленного Сударя Московского и всеярусия Иоанна Васильевича Грозного Возведен был на престол московский Тем самым митрополитом Дионисием Который постриг Иоанна Грозного с именем Ева В предсмертию Возведен был на царство Третий сын Иоанна Грозного От Анастасии От любимой его жены Которая тоже, по сути дела, по ходу была отравлена Был возведен на престол 23-летний сын Иоанна Грозного Федор Иоаннович К этому моменту Как вы уже многократно говорили Это дало, конечно, огромные преференции Борису Годунову Который, хотя и не входил В назначенный Иоанном Грозным Перед смертью Попечительский духовный... Входил, входил... Мы об этом говорили Входил... Входил... Ну, давайте пропустим... А я почему-то... С Богданом Бельским... Вот они были... Вот Богдан Бельский входил Потом Шуйский входил Потом... Мстиславский... Мстиславский, да... А вот мне почему-то казалось Может быть, я не прав Не будем уточнять Да посмотрим, уточним... Его вошел... Да, по-моему... По-моему, Борис Годунов Иоанном именно Иоанном Грозным Не был включен... Имя его не было вписано В этот попечительский совет Управляющих над Федором Иоанном Может быть, вы этот список видели Но историки говорят, что он входил Может быть Дело в том, что потом уже, конечно, естественно Что, когда после смерти Иоанна Грозного И царица уходил Царица сама очень активнейшая Принимала участие в управлении Заседала с боярами Встречалась с послами Ирина, да Она была... Федор более... Как еще Иоанн Грозный, знаете, сказал При жизни о нем Посмотрев со стороны на сына своего Сказал, он скорее рожден Для монашеской кельи Да, Иоанн Грозный Сказал про своего сына Федора Скорее рожден для молитвы Для монашеской кельи Вот как он выразился О своем сыне А Ирина была Мощная такая женщина Единственная беда была Что она никак не могла Все выкидыши у нее Не могла родить нормально Только в самой дочку родила Перед смертью Дочка прожила, и они помирали Да, годик или два прожила Тоже умерла Вот, а По сути дела Иван Грозный... Насколько я уже опять это говорю Что, по-моему, Иван Грозный Не вписывал Бориса Годунова Ну, естественно, он вошел уже по факту Как брат царицы Тем более, что В Москве Он очень такой Авторитет большой имел Вы, кстати, очень верно упомянули Ревизии, которые он тут же сделал Попредложил ревизию навести И убрал половину боя Ну, он уже заявил политическим сыском Да Ну, и по сути дела Вот это вот воцарение Яна Федора Ивановича Оно стало Для Бориса Годунова Будем говорить Такой поворотной точкой Его следовании к власти Его следовании к престолу Может быть, замыслы были и раньше Там при Иване Грозном Все боялись что-то говорить Но сейчас у него Просто перед Борисом Годуновым Стало два вопроса Не на жизнь, а на смерть Либо его, либо он То есть, либо его съедят Шуйские и Милославские Либо он будет отстаивать Свои, как Шурин государев Отстаивать свои интересы И в конце концов Будет добиваться Какой-то, по крайней мере Собственной безопасности В прошлый раз Мы говорили Когда я ошибочно сказал Что Федор Иванович Мстиславский Был как бы старше Бориса Годунова Там Василия Шуйского Ничего подобного Оказывается Он был наоборот На три года младше Он был ровесник Ивана Царевича Ивана Ивановича Да Вот что интересно А это же лицо очень важное От того времени Вот этот Федор Иванович Мстиславский Потому что он и глава Боярской думы был И там воевода Высокого ранга Он вообще претендовал бы на престол Но он не делал этого Об этом мы говорили Еще интересно Еще я Вот вы про Ирину Сейчас сказали Интересно было Что Мы говорили Как они любили друг друга Кстати С старым Федором То есть Это была действительно Их искренняя любовь К друг другу И доверие И даже Иван Грозный Их не мог развести Между собой Он трижды Пытался это сделать Даже бил посохом Подыскивал Канему жену И прочее И вот этот вот Блаженный Федор Он все мог уступить Но только не свою жену Ни за что Никому И Грозный даже отказался Потом Ладно мол Отказался от своих притязаний На это дело Вы совершенно правы Женя Вот Но здесь я хотел бы сейчас Сделать маленький Такой Очень важный Исторический экскурс От такой Отойдем Немножечко Назад Дело в том Что Мы говорим с вами О периоде 1584 1886 годы Это вот эти два года Первые годы правления Федора Иоанновича И возня Между Всеми членами Вот этого совета Проблемы с ревизиями Мы подробно об этом В прошлом Да Но Мы забываем с вами Еще об одном Очень важном Историческом факте Который мы сейчас Плавно Вовьем Как лозу В эту историческую парадигму Значит Не будем забывать С вами О том Что продолжается Так называемая Столетняя Великая Московская Схизма И на фоне Пошатнувшаяся Государством Российским А тут Новый Человек Какой-то Который Вообще Неизвестно От какого Основания И прочее И так далее И так далее И так далее Эти вопросы Наверняка Будоражили Светлые Политические Умы И то я думаю Не только Бориса Годунова Но и многих Многих других И Годунов Точно так же Как Вот с этой Самой Ревизией По поводу Когда бы он Поубирал там Столетиями Бояр сидевших На государственной Казне Он задумался О прекращении Этой Схизмы И восстановлении Отношений С Константинопольским Патриархом Вы сами Помните Что во время Митрополита Исидора Состоялась Флорентийская Уния На которой Митрополит Исидор От русской Православности Будучи Митрополитом Подписал Имея полное Право на это Подписал Унию С римским Папой О воссоединении Константинопольской Западной Церквей Эта уния Сразу Потерпела Крах Потому что Даже Возвратившиеся Епископы В Константинополь Тут же были Изгнаны Из своих Кафедр Но все-таки Она в Константинополе Еще какое-то Время Жила И благополучно Существовала Вернувшийся В Москву Митрополит Исидор Вы помните Послужил И тут же Да Был захвачен В общем Его Посадили Мы рассказывали Очень подробно И чтобы не убивать Его и не вызывать Никаких конфликтов С Константинополем И с римским Папой Вдруг он сбежал Сбежал И всплыл Уже в европейских Пределах Так вот После этого Был Вы знаете Избран Митрополит Иона Так Иона Митрополит Иона Патриарх Иов А митрополит Иона Из Шрева Китова Тридневен Митрополит Иона Был первым Московским Митрополитом Который был избран Без одобрения Константинопольского Патриарха Находившегося Тогда В схизме В церковном расколе Так сказать Ну конечно Мы не будем с вами Это и есть Великая схизма Да Это Нет Великая схизма Это разделение В 1054 году Константинополя И Рима Это называется Великая схизма А вот это Да И Папа Римский До сих пор Называет нас Схизматикой А столетняя схизма Да А столетняя Московская схизма Это вот 1459 год Когда Исидора Выгнали И выбрали Первого Московского Митрополита И после этого Патриархи Константинопольские Прислали Прещение Московской Церкви Запретив Московских Попов И митрополитов Запретив Их Венчать Крестить Отпевать И все Прочее То есть Лишив Их сана Извергнув Их Их санов И предав Их проклятию И анафеме Но Благодать Божия Таинственно Совершается В людях И московским Попам Ничего не помешало Дальше Спокойно Служить Избирать Молиться И рисовать Иконы В общем Как говорится Хороший пример Как говорится Когда нам То это хорошо Можно А когда вам То нельзя Это так вот Чисто Американцы Действуют Если мы Бомбим Ирак То значит Ради демократии А если вы там Хотите В Донбассе Защитить Собственных граждан То вы преступники Убийцы И негодяи Ну в общем Смотря какой Гитлер Подписывает Протокол О возбуждении Уголовного Дела Таковой Будет Решение Вот Больше Никакой Разницы Нет Не будем Забывать Что те люди Которые Подписывают Протоколы О возбуждении Разных Уголовных Дел Тоже Писают Какают Болеют Гриппом И им тоже Свойственно Ошибаться А иногда Они действуют В своих корыстных Интересах А иногда Просто Паскудости Ума Допускают Ошибки Так вот Что же Получилось Получилось Что Московская Церковь Никакого На это Внимания Не обратила И Вошла В столетний Раскол С матерью Константинопольской Церковью Да Можно конечно Мотивировать Это тем Что Патриарх Находился Попал Под католическое Влияние И Стал по сути Дело Католиком И еще что-нибудь Можно выдумывать Но на самом деле Это Отнюдь Не оправдание Почему Потому что Буквально Уже Следующий Патриарх Отказался От унии Был собран Константинопольский Собор Который Принес Глубочайшее Покаяние В том Что Такую глупость Совершили Как эту Флорентийскую Унию Но Вы думаете Ошибка Сразу была Исправлена Русская Православная Церковь Тоже Покаялась И Вступила Отношения С Константинопольским Патриархом Ничего подобного Дело Покрытое Мраком Никто Не хотел Этим Заниматься Да и по сути дела Расстояния Огромные Создавали Большие проблемы Ездить туда-сюда По два года Было очень сложно И московским князьям Было удобнее Да И московским князьям Было удобно Своим Метрополитом Назначили И что хотели То и делали А раскол Там как-нибудь Господь Бог Разберется Знаете Вот мне всегда Когда попы Кого-то порицают Там Каким-то Недостойными Действиями Объявляют Там кого-то Так сами На себя Поглядели И на свои Собственные Исторические Ошибки Посмотрели Так Так Да Значит Суть Проблемы в чем Проблема в том Что После этого События Отделилась Полностью Киевская Метрополия Метрополия Киевская Осталась По сути Делом В единении С Константинопольским Патриархатом И Уже При Патриархе Значит Был следующий Патриарх Григорий Второй Он Дал Метрополитам Киевским Новый титул Он назывался Теперь Метрополит Киевский Галецкий И всея Руси Вот так Да И причем Это все дело Вошло сначала В Литву С белорусскими Там пределами А потом И в Речь Посполитую Со временем Все это вошло И даже Был период Когда Метрополиты Были В Киеве Потом Они были Вильна Вильнюс Нынешний И Были В Новогрудкове Это маленький Сейчас районный Центр В свое время Это был большой Город Белоруссии Вот И Киевская Метрополия Получила Ну Даже больше Права Чем Московская Потому что Она находилась В общении Ни в какие Расколы Она не впадала Ну Кроме Вот этой Самой Печально Известной Флорентийской Унии Которой Мы с вами Говорим Значит Метрополиты Носили Этот титул Галинский И всея Руси Аж До 1686 Года Когда По Решению Константиновского Патриархата Украинская Метрополия Вошла В русскую Православную Церковь Еще 100 лет Москва Заключила Мир с Поляками Да Когда Москва Заключила Вот этот Знаменитый Мир с Поляками Значит Ауниадская Церковь По сути До сих пор Носит Этот Титул Но До 20 Века Точно Это было Сейчас Уже так Косвенно Как говорится Папам Римским Тоже не нужны Эти конфликты Они там Свои титулы Придумали Так вот На протяжении Всей этой Схизмы Длительной Столетней Вот Получается Смотрите 1459 Года Она началась И вот Теперь Умер Иван Грозный 1580 1884 И вот Сразу После смерти Ивана Грозного Оказывается В 1585 Году Через год После смерти Ивана Грозного Борис Годунов Получает Неожиданное Известие Известие Из Киева О том Что Движимые Имперскими Амбициями Речь Посполитовские Речь Литовские Князья Задались Идеи Так как Православие Очень стойко Стояло И уния И католицизм На Украине Ну никакого Практически Не добились Успеха Кроме Самых западных Там областей Польских Задались Идеи Поставить Своего Киевского Патриарха Тем более Что по сути Дело Таким Патриархом Можно даже Исидора Считать Вот Поскольку Исидору Папа Там Надавал Столько Всяких Титулов И званий И Исидору Надавал И даже Называли его Патриархом Киевским И в конце Концов Он даже Стал Папа Римский Дал ему Титул Патриарха Константинопольского Даже В свое Время Исидора Он даже Был казначением Папской Курии Это сто лет назад Да Я просто Говорю о чем Я говорю о том Что Исидор Был как бы Первой ласточкой Вот они Задались идеей Сейчас Окончательно Утвердить Киевского Патриарха То есть Первого пытались Исидора Был уже Исидор Его кстати Так многие Называют Первым Патриархом Киевским Сейчас любят Раскольники Многие Этим делом Перед падением Константинополя Да Это еще Да Это перед самым Самым падением Константинополя 1453 году 1449 год Исидора с Руси Выгнали Но никуда он не делся Мы пытались Навесить Конечно Исидор Он был потом Еще ординарным Советником Папы Римского Кардиналом Интересная личность Да Очень интересная Смотрите наши Предыдущие беседы Да И значит Вот как раз Вот этот период По смерти Ивана Грозного Значит Отправляется Целое посольство В Константинополь С дарами И прочее Но не в Константинополь Так как в то время Патриарх Иеремия Второй был Он не мог Находиться В Константинополе Из-за очень Жесткого султана Султаны Кстати тоже Очень по-разному Относились К православной церкви Некоторые Разрешали Патриархам Быть в Константинополе Вот На вот этом Знаменитом Их там Где патриархия Находится Кто там был Селим Пьяный Да по-моему Был в это время Вот точно В это время Был Селим Пьяный И Вокруг этого Селима Селима Пьяницы Скооперировалась Такая вот Бесконечная Вот Дворцовая интрижная борьба И Иеремия бежал Из Константинополя Чтобы его Вот Вместе с наложницами Не придушили Как бы случайно За компанию Не жесткая Был безолоберный При нем Началась разруха Его отец Сулейман Великолепный Там был порядок Вы совершенно правы Вот при Сулеймане Иеремия Прекрасно жил В Константинополе Там был порядок Никто не трогал Да Только начался Вот этот раздвор При Султанском Дворце Иеремия вынужден был Бежать Потому что Против него Начали плести заговоры Который бы Тот пьяница Ничего не разбирался Просто задушили бы Иеремию шнурком И никому бы Вообще Никто бы не думал Над этой темой И никого Голова бы не болела И он бежал К Младово Влаховскому Это молдавские пределы И там Где долго Там многие Константинопольские Патриархи Скрывались Стефан Там и прочие Прочие Прятались В молдавских пределах И вот Туда Отправились Польские И Литовские Князья Ну это славяне Наши Будем говорить Русские люди Только восточного Варианта Западного Западного Варианта Отправились С идеей О том Чтобы в Киеве Уже теперь Не просто Возродить Митрополию А Установить Киевскую Патриархию Они привезли С собой Большие дары Но У Еремии Были совершенно Другие планы Еремия Прекрасно Понимал Что Никакой поддержки От Разоренного Киева Он получить Не сможет И у него Были Как раз У Еремии Идеи На Московский Престол Даже Не просто На Какие-то там Связи С Москвой А вплоть Даже до того Что были Мысли О том Чтобы после Падения Константинополя Перенести Вселенскую Патриархию Православную В Москву То есть Самому Идти Патриархом На Москву Самому Идти Патриархом На Москву Даже больше Скажу вам Когда Пришла Когда Годунов Получил Это дело Известие Он понял Что На этом Можно сыграть И При Заполучении Московской Власти Представляете Вот человек Становился Героем То есть Православный Понятно Понятно Да И В то же Самое Время Решить Проблему С этой Легитимностью Власти Которая Бы Подтверждала Церковь Легитимностью После Рюриковичей После Всего Вот этого И вдобавок Еще и В борьбе Со всеми Конкурентами На престол Решение Этого Вопроса Как бы И давало И для Государства Большую Плюс И лично Да Вы Совершенно Правы И вот Посоветовавшись Сириною Сириною Борис Годунов Можно сказать В обход Всей вот Эта Шуйско Мстиславской Верхушки Посоветовавшись Сириною От Московской По сути Дела Ну Наверняка Конечно Они может быть И Федора К этому Привлекли Но так Блаженным Образом Сказав ему Что приедет Великий Святитель Его благословить И Посылается От Московского Царя Приглашение Иеремии Прибыть Град Москов Оно Хитрое Никаком Патриаршестве Ничего не Говорилось Идея была О пожертвованиях А в трудный Момент Неверного Исламского Владычества В Святом Граде Константинополе О пожертвовании К Патриарху Иеремии Деньги На Соружение То есть приезжай к нам Мы тебя поддержим Да Мы тебя поддержим И вот Патриархи Иеремия В 1580 Какой же это год Получается В 1888 году В 1888 году Да С целым Посольством Там со своими Священнослужителями Епископами Приезжает В Святой Град Москву Где с огромной Пышностью Принимается Из Валахии Из Валахии Да Из Молдавии Он приезжает И вдобавок Еще знаете Проблема еще в чем Заключалась В том что Годунов Упомянул Что необходимо Нам принести Покаяние Пред тобою О схизме Которое Прекратить разделение Которое продолжается Уже больше 100 лет Ну хитро Да Годунов Вообще четко И причем И правда И неправда И решаются И свои цели И общий человеческий Маленькая историческая Справедливость При этом ему Очень сильно помогал Великолепный Государственный Деятель Диак Посольского Приказа Андрей Щелкалов О котором мы и говорили То есть Министр иностранных Делок Да Очень умнейшее Лицо Вот Вы как раз Совершенно правы Вот именно Вот этот Щелкало Сохранилась Бумага Отправленная От Царя Московского Иремии Патриарху С приглашением Вот Прекратить Вот эту Схизму Вот в таком духе Разговоры о том Что ты нам тут Поставишь Патриарха Никакого 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 Иремия Испугался бы Наверное Выборю Но идея была Такова Что Деньги Конечно В тот момент Для Иремии Играли Главный вопрос Ну а также Любое Такое Покаяние Примирение Тоже Содействовало Его авторитету И он Вынужден Был Ну вот Он прибывает В Москву Принимается С величайшими Почтями Простите Пожалуйста Знаете Почему Еще такая Хитрая Игра Была Можно Вот Прям Буквально Это надо До того Сказать Смотрите Ведь Польше Поменялся Король Сигизмунд Ваза Ваза То есть Сын Полячки И Шведского Короля Вот Именно В этот Пирод И отправилась Как раз Вот эта Польская И им Надо В Киев Патриархию Да У нас В Москве Понимают Прекрасно Что если В Киеве Откроется Патриархия То это Извините Блин Это большой Удар По православию Тогда просто Расходящаяся В расколе Московская Метрополия Вообще Ничто Вообще Просто Ничто И вот Это Польско-Литовское Братья С которой Воевали Создав Империю Создав Империю И практически Да Вы понимаете Какая игра Это очень сложная Политическая обстановка Очень хитрая Политическая обстановка И Тот самый Борис Годунов Сыграл в этом деле Для России Очень большую пользу Огромнейшую пользу Значит Изначально Все это было Хитростью Потому что Прибывший В Москву Иеремия II Был притчат С величайшими Почестями Но В золотую Клетку В общем Он по сути дела Был посажен Под домашний Арест Сначала Сказали Давай Сначала Посажем Его Кормили На золоте Поили На серебре Дорожки Ему Сыпали Бриллиантами И цветами Но Куда-то Он мог Ходить А куда-то Не мог Поехать Не мог Сюда Не мог В общем Его держали Под домашним Арестом Как величайшего Гостя Батюшка Богослужение Он возглавлял В соборах Там Боярит Миллионами В золотых Мочевых Ризах И с золотыми Подсвечниками Они ходили Кругами И посола Не против Они ходили На все литургии И исповедовались Причащались Сутками Патриарх Иеремия Пишет Такой муки Я не видел В жизни своей Никогда Ибо Богослужение Пол говорит Железный В соборах Отопления Нет никакого То есть Он привык Там в Константинополе У них там Была цивилизация Там тепло А тут Железный пол Дует И службы Нескончаемые Сутками Сутками Богослужения И кисель Гороховый И кормят Гороховым Киселем То есть Голод Пост Великий пост И в общем Он попал В золотую клетку И говорит Далее Чую я Как в замочную Склажину Подглядывают За мной Дьяки Разные Которые Следят Молюсь ли я Или греха Какого не совершу Так Такого страху Говорит Нагнали на меня Что я Боюсь Лишнее слово Сказать И лишний раз Перекреститься Потому что Сказали мне Что всех Кто отступил От веры Православной И если Заметят Во мне Какую-нибудь Унию То отправят Меня в Тартарары То есть Сибирь В Тартарию На веки Вечные Где сгину Я вместе Со всем Своим Патриаршим Посольством Поэтому Говорит Я боюсь И слово Сказать И чихнуть Лишний раз Боюсь Можно Чуть Получилось Так Он-то приехал С одними Мыслями Ему тут Говорят Давай-ка Назначаем Нашего Русского Патриарха И его Сразу На Великий Пост Читать Каноны Под 10 часов То есть Его сначала Запугали А потом Сказали Вот это Да И когда он Уже дошел До полного Такого Усталости Будем говорить А он дальше Пишет еще Говорит И тут настала Пасха Служба Так вся Москва Сияет в огнях Колокольному Звону Нет предела Свечи Ладан Мешками Это самое Винок Горы Служба Реками И говорит Они же Греки все Они привыкли Пасха Значит мясо Баранина Какое мясо Рыба Рыба красная Рыба желтая Рыба черная Рыба зеленая Рыба и рыбами Рыбами разных Сортов Он делится Просто своими Впечатлениями Своими от Москвы И вот Говорит После этого На светлой неделе После Пасхи Вызвали меня Не вызвали А пригласили меня На патриарши На царский пир Праздничный Там например В честь Фоминой недели То есть Воскресенье После Пасхи Следующая Фомина неделя А потом Радоница Поминовение Усопших И говорит Заводит со мною Беседу Там значит Сначала С ним Царь Там несколько слов Потом царица Ирина И Борис Годунов Беседу со мною О том Что Преснопамятные Там Будущие Впоминаться В Радонесу Отцы наши Духовностью Своей Трудами Праведными Сослужили Перед Богом Великое Дерзновение И открыто Нам Вот Чтобы мы Просили Тебя Милости Великой О том Что необходимо Нам В наших Российских Пределах Для Поддержания Святого Православия Понесшего Тяжкое Поругание В Константинополе От мусульман Учреждить Московское Патриаршество Которое Бы стало бы Основою Для Патриаршества Вселенского И прочее Все остальное И просим Тебя И челом Бьем И там Начали надевать На него Золотые Перстни И какие-то Митры Древние В виде Царских Которые Дарил В виде Золотых Корон Там еще Какой-то Этот Иоан Этот Иоанн Третий Подарил Московским Митрополитам И жемчуга И притащили Сакас Митрополита Петра Там Пудовый Золотом Вышитый И жемчугами И в общем Начали засыпать Его прямо Дарами Вот этими Сокровищами И говорит Несли сундуки И все Меня Осыпали Меня Баранин Лучше дали Баранин Да Все золотом Осыпали И он сказал Что значит Попросил Говорит Не знаю что Ответить вам И отказать Не дерзаю И ответить Сразу Дань И буду молиться Господу Богу нашему Сотворшему небу И землю Говорят Что он отказался Нет Он не отказал Он Он понял Куда Да Он понял Куда попал И он Не отказал А он сказал Что будет Ответа не может дать Что он будет молиться Что он будет молиться Потому что Пока на это Нет Божьей воли А Годунову И Щелкало Уже отступать некуда А уже не было Куда отступать Потому что Была вообще опасность Что он Например Дальше Он поедет в Киев И там будет Патриархия Или еще что нибудь Найдется Какой бы исторический Поворот И было просто Больше некуда Отступать И кроме того Значит Ну как бы Отхитрившись Митрополит Объявил О примирении Патриарх Объявил о примирении О прекращении Московской эскизме Об отмене Всех там Претензий Что назвал Митрополита Братом И как раз Был тогда Уже Вот этот Будущий Патриархиев Значит Сослужили Молились Все у них было мирно Все было прекрасно И вот он Значит Молится То есть Его идеи Мысли его Он беседует Со своими Там видно окружением Куда они попали Ну в общем Идея была такова Что Ему стали предлагать Стать Московским Патриархом Да И этот вопрос Обсуждался И среди Митрополитов Приехавших Там 2 или 3 Митрополита С ним вместе Приехало И там Всякие Священники Декана Вот это посольство Ну и Отнюдь этого Не был против Ни сам Борис Годунов Ни царской Придворной верхушкой Потому что Это было еще круче Это было не просто Получить Свою патриархию А вообще Мировую Вриятельнейшее Мировое лицо Да Получить Вриятельнейшее Мировое лицо В Москве Но Дело Завершилось Тем Что Появилось У Иеремии В это время Как раз После Селима С Селимом Пьяницы Его задушили По-моему Селима Да И началась Вот это Такая Такой бредлам Начался В Константинополе Что пришла Бумага Что получил Что Сейчас идет Спор о том Что можно И вернуть Патриарха И даже Возвращать Храмы И земли Да Иеремия Вчера Еще находившийся В полном Обломе И со страхом Смерти При этом Селиме Вдруг Получает надежду Вернуть себе Полностью Да Московское Константинополь Стане Эти московские Морозные Храмы С железными Полами Которые ему Надоели С рыбами Вот этими Бесконечными А И говорит Бесконечные Рыбьи яйца Несут Там черные Краски Рыбьи яйца Несут Да Говорит Уже не могу Их видеть Да Так и есть Так и есть Но говорит Следят за мной И сказали мне Что если только Где не так Перекрещусь Или Не ту молитву Прочитаю Если заподозрят В унии То отправят меня В Сибирь И там нам И конца Не найдет Никто Да И вот у него Ему надо ехать А его не отпускают Не отпускают Ему нужно уезжать Потому что Там появилась надежда Ну да Там идет переворот В селе Монет Все уже И он Должен ехать А он все время И он значит Начинает Предлагает Борису Годунову Что он мол Типа из Константинополя Вышлет им свое решение Борис Годунов говорит Да Да Хорошо Хорошо Мы подумаем Об этом вопросом Он им пишет Следующее Прошу отпустить меня Они ему говорят Нет Ты что Ради почета Ради духовного величия Мы боимся Что разбойник Сейчас обстановка Неспокойна Разбойники Многочисленные На пути А встречаются Не можем Выпустить тебя Из града Москвы Опасаясь За твою святейшую жизнь И начинаются Месяцы Переписки Все его просьбы Были отвергнуты И он прекрасно Понимает Что ему надо Срочно ехать Его никто Не выпускает И он из Москвы Никуда не уедет И делать ему Было нечего И вот Значит 26 января 1589 года Особым древним чином Он возводит Митрополита Иова В патриархе Московские И в Северуси Там было три Как бы три претендента Да Претендента было Как бы три Но это обязательно было Это древний чин такой Ну уже изначально Зналось Что Потому что Значит Тут я еще не стал Про Иова немножко Я вам сейчас Уже расскажу А потом немножко Про Иова расскажу Он был Ярым сторонником Годунова На протяжении Уже нескольких лет И Годунов По сути дела Поэтому его И пропихивал Сначала Митрополиты Ростовские Потом Митрополиты Московские И Годунову Эта была поддержка Нужна Именно этот человек И был его человек И это еще одна победа Годунова И победил Именно это победила Комендартура Но это не значит Что Иов был Какой-то там Продажный Нет Нет Иов был хороший Грамотный Человек Он очень много Добрых дел Мы потом с вами Будем Правильно Я просто уточняю Он не зря Канонизирован То есть Это не просто Такой протянутый За уши Во святые Человек Действительно Человек Хороший И пострадавший Да и Борис Годунов Разве Его можно считать До этого Дойдем Я вам уточняю Потому что Он был Типа лицо Годунова Не просто Так это был Один из Таких вот Влияния Людей на Руси Которого Ты Годунов Заметил Если например Покойный Дионисий Пролетел На Шуйском И был Смещен За этого То этот Поддерживал Годунова При большом Стечении Народа Огромной Помпезностью Годунов Из этого Сделал Шикарный Театр Государя Золотые Эти все Баланкины С царицей Иов Эти владели Сакас Митрополита Петра Этот посох Ему Митрополита Петра Вручил Сам Иеремия Как Патриаршую Московскую Власть Даже А что Единственное Иеремия Отверг Годунов Начал Требовать Чтобы После Сразу Константинопольского Патриарха Поминали Нашего Московского Или Третьим Константинопольского И Александрийского Даже Антиохийских Иеремия Взмущался Там Нет И пятым Поставили Стерпели На два места Подвинули От сарая Третий Тут справа Или четвертый Слева Пока далеко Не ушли Еще маленький Уточнее Когда они Вот этого Зажимали Иеремию Там еще Был такой Момент Что Они приходили К нему Они Оба давления На него Оказывали Щелкалов И Годунов По очереди Один Один Добрый Один Один Угрожал А другой Осыпал Щелкало Приходил И четко Внятым Уголил Ставь нашего Патриарха Тогда ты Свою Константинопольку Поедешь Мы тебе Все Дарим Приходил Потом Добрый Годунов Пойми Это такая Ситуация И вот Они Вот такое Подчередное Давление На молитвы Твои Уповаем И уходил И тот Сидел Вечно Маленький Штрих В раздоре Не знал Что делать Какой Добрый Следователь Склониться В общем Ему Было Нужно Ехать Ему Нужно Было Все И он В общем Поставил И его Патриархом С течения Народа В Москву Приехали Все Епископы Какие Больные Хромые Слепые Все Кто Только Мог Там Кроме Мертв Только Что С кладбищ Мертвые Не Приезжали Приехали Все Знаменитейшие Боярские Рады В общем Было Это При таком Неделю Колокольные Звоны Как Якоб Пасха Была То есть Это было Как раз После Крещения Это событие После Крещения Уже Как раз Такое Ярчайшее Событие И В общем Ну Что Говорить Получив Что Хотели Одарили Еремию Очень Щедро Еремия Даже Пишет Что Таких Богатств Я не Получал Никогда Не видел Никогда Но Это было Такое Очень Щедро Одарили Его Вот Ну И он Возвратился В свои Пределы Кстати Он благополучно Потом Вернулся И В Константинополе Был успешен И может быть Эти деньги Ну Кстати Раз он Такое Сделал Ему Уже Приходилось Как бы За московскую Патриархию И заступаться И через пару Лет Вы совершенно Правы Да Значит В 1890 Году Иремия Собрал Собор Константинопольский На котором Было 170 Иерархов И Прислали Грамоту О подтверждении Московского Патриаршества Потому что Многие были против Антихийский Патриарх Там была возня К сожалению Большому К сожалению Большому Нынешняя Графологическая Экспертиза Эту Патриархию То что мы Грамотой Патрихаем О своем Патриаршестве Там 400 лет Выявило Что там Более 80% Подписей Поддельные И не подписывали Те лица Которые Подписывали Этот документ Из 170 Подписей Там Напустим Реальных Только подписей 30 Но Это была Спешка Да Это была Поддельная Бумага Она нужна Была Иеремии Для того Чтобы Примириться С Александрийским Антихийским Иерусалимским Патриархом Которые были Против Возникновения Пятого Патриарха Как бы себе Брата Это самое Но там Указано Что вот Наш брат Московский Патриарх Там и прочим Поимновение Все Иеремия Это было Нужно Именно Вот для Того Чтобы Оправдать Свои Действия В Москве И Как раз Он очень Сильно Утвердился В Константинополе Там вернули И храмы И много Очень имущества В общем Был такой Период Возрождения Бабла Сколько Привез Да Бабла Привез И Понимая Это В 93 Году И тот же Сам Иеремия Второй Это уже Смотрите В 89 Году Он его Поставил Смотрите 90 91 92 94 5 лет Уже Начальный 89 Да Да Проводит Второй Собор В Константинополе На котором Уже Никакой Спешки Нет Собор Он уже Спокойно Проводится Без Всякого Гнета Со стороны Исламских Властей И прочее Всего И все Епископы Единогласно Подписали Учреждение Московской Патриархии Была Графологическая Экспертиза И Акт Этого Собора Все Подписи Действительные То есть Их подписали Те люди Которые Действительно Там Заявляются Если 93 Года Все Тако В спешке А хотя Могла Быть и Другая Какие-нибудь Наместники Какие-нибудь Послальники От Епошу Хоч могло быть Но вот Собор В общем Проведена Графологическая Экспертиза И действительно Документ 90-го Года Очень Сомнительный А вот Документ 93-го Года Иремия Понимал Что 90-го Года Такая бумага Сомнительная Зачем Было ему Еще второй Ярлык Высылать Я уже Как по принципу Татар Ярлык Уже Грамоту Патриарши Вторую Выслали 90-го Года Подтверждение Где уже Все подписи Действительные Нет Ни одной Поддельной Подписи В этом документе Ну и естественно Что мы видим С вами Притязания Киева Были полностью Отвергнуты Какой у них Сегодня инструмент Тового В руках Оспаривать Исторически Испаривать Свою первенство Да Уже никак Вот здесь не оспоришь Пролетели Да 26-го Января 1589-го Года Эта карта Была бита И Москва Получила Вот этот Патриарший Престол Московский И теперь Их еще там Патриархов Еще там Ну с Метрополитами 15 автономных Так что Если украинская Сейчас получит То будет 16-е Вот не 5-е Поэтому Проблема Эту Борис Годунов Решил Вы знаете Что он Смотрите Какое величайшее Событие За этим Человеком Величайшее Событие Это именно Заслуга Бориса Годунова Почему Потому что Федор Иоаннович Хоть он везде Участвовал Но он Блаженно Улыбался И целовал Кресты Царица Ирина Везде Во всем Поддерживала Брата Но женщина Всегда Женщина И перевести Переговоры С патриархом Баба вообще Не могла По сути дела Там даже За это время Иоанна Златоустова Судили За разговоры С бабами Поэтому Мог вести Переговоры Только именно Годунов Ищел Ну да Да Решив Эту Величайшую Проблему Он также И решил Схизму Московскую Потому что Было Восстановлено Теперь Общение С Константинополем Прекращены Прежние Обеды Сняты Прежние Анафемы И прочее 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 То есть Продолжавшая Больше Столетия История Прекратилась Ну и Естественно Московская Церковь Получила Получив Такую Полную Самостоятельность В своем Управлении Теперь Могла Заняться Формированием Идеологии Будущей Империи То есть Всегда Где появлялась Как бы Правильнее сказать Символ Такой Центр Духовной Власти Вокруг этого Формировалось Государство И поэтому Поляки И Литва В этот день Проиграли Можно сказать Все Поэтому Не Польша Все будущее Не Литва Не стала Империей Российской До сих пор Москве Простить не можешь Все считая Нас там Отсталыми И тупыми И дурными Но оказались Тартарей Да Но оказались Хитрее И умнее Чем И богаче И собраннее И цели И цели Вот Значит И поэтому Митрополит Киевский Так и остался Киевским И Галицким Уже потом Вошло в Московскую Патриархию Как мы уже Говорили об этом А притязания Киева Уже не могли быть Ни при каком Патриархе Были под Следующие Притязания И писали Всякие письма Уже через 100 лет Например Но Ответ получали Из Константинополя Не может быть Два славянских Патриарха Не может быть Десять славянских В каждую деревню Славянского Патриарха Поставить Сегодня же есть Болгарские Сербские Это уже Жень Это все 19-й 18-й век Началось Разграбление До этого Не было ничего Это уже Позднейшие Позднейшие Времена Поскольку До этого Все были Метрополии Константинополя Первые схватили Да Первые схватили Вот здесь Кстати В этот же период Как только Патриархство Было провозглашено Грузинский Царь Александр Попросил Нового Патриарха Иова Прислать Грамотных Людей Для исправления Грузинских Книг И установления Православных Восстановления Традиции Православных Сразу Вложение Грузинский Царь Попросил Поддержки Вот такой Церковной Поддержки Это все Было целое Посольство Ехали От назначенной Иовом Люди В Грузию Несколько лет Там работали Есть один маленький момент И вопрос И вопрос При этом Смотрите Получается так В свое время Вот эта Концепция Москва Третий Рим Она образовалась Среди Духовной Церковной Среды И полагалось Что духовно-церковная Среда Эту концепцию Приведет А получилось Что вот эту Концепцию Привела Государство Конечно Привело Государство И дало В руки Церкви То есть Церковь Стала Орудием В руках Государства Конечно Кстати Вы совершенно Правы Жень Потому что Только по отъезду Сразу После отъезда Иеремии Везде Стали печатать Всякие Книги Духовные Темы О том Что Москва Третий Рим Зело Благочестием Превошедшее Первые Два То есть Везде прямо Писапри Борисе Годунове Что Москва Круче Чем Константин Ну и вот Эта идея Была Потому что Действительности Ему нужно было И свою власть Поддержать И не утерять То что Иван Грозный Для централизации Власти Сделал В общем Это были Очень-очень Серьезные Моменты Ну Для того Чтобы нам Как говорится Далеко Сильно не уходить Мы значит Уже С вами Упомянули Что В В 86 Году Дионисия Сместили И он умер В 87 Году Вот А Иов Вот уже Появившийся После него Вот в 89 Году Становится Патриархом Значит Иов Родился В 1525 Году Был Он Игуменом Старицкого Монастыря В 1580 Мы с вами Проходили Он родился В один год С Дагрозным В 1525 Году В 1530 Да Да Мы же говорили В прошлый раз С вами об этом Почему я записал Это Значит Разных источников Не посмотрели Может быть Потому что Дело в том Что неудивительно Могло быть Вполне Разные Вы могли Да Но я Почему записал Потому что Это я глянул Википедии Что именно В 1525 Года Нет я не Википедии Смотрел Я потом Покажу Какие источники Я смотрел Да Значит Ну Уточним Уточним В 25 Году У меня написано Да Значит О нем Не очень так уж Много сведений Но значит В 1566 Году Особенно До Его патриаршества Сведений Немного В 1566 Году Он Стал Игуменом Старицкого Монастыря В 1571 Году Уже Московского Симонового Монастыря То есть Карьера Видите Какая Уже Продвился Москву В 1581 Году Это уже В самой Старости Грозного Стал Епископом Коломенским А в Коломенский Епископ Это епископ Московской Области То есть Прям при Москве Уже В 1586 Году Тщанием Бориса Годунова Уже По смерти Ивана Грозного Он стал Епископом Ростовским И в этом же Году Он привез В Москву Ярость Подвижник Бориса Годунова В Москву И возведен Митрополитом Московским В 1586 Году Получается В 1887 В 1889 И 3 года Он уже был Митрополитом Московским И 26 января 1589 Года Поставлен Патриархом Ирием Вторым В Патриархе Московской 16 лет 16 лет Был Патриархом Пользовался Всевозможнейшей Поддержкой Бориса Годунова В его Последующее Правление Чем еще И знаменит Мы потом Еще будем Говорить О Борисе Годуновом Естественно Будем Говорить О Патриархе Но Что очень важно Момент Какой При нем Канонизирован Василий Блаженный Вот тот самый Который лежит На Васильевском Спуске В соборе Возле Кремля И При нем С многочисленными Вопросами Духовными Канонизирован Иосиф Володский А следовательно Канонизирована Идея Идея Стяжателей Идея Стяжателей Канонизирована Это как бы Некая Идеологическая Финальная Заключительная Победа Не окончательная Над физическими Над людьми А идеологическая Победа Над нестяжателями То есть Симфония Государственной Церковной Власти Пришла к идее Что стяжатели Именно правы И они удобны Для царской власти Удобны Для всей Вот этой Такой Вот Системы Которая была В тот момент Для управления Всеми землями Народами Для ведения Политики И так далее Да Для всего Духовные лица Которые говорят Что надо молиться Богу И надо поменьше Думать о материальных Плагах Они всех В Поволжье В Поволжье А еще лучше В новые Обретенные Сибирские Скиты Оттуда же пошли Скиты Конечно Это как раз Подготовка К нашему разговору О великом Расколе Абсолютно верно Кстати Именно вот эта Идея И канонизация Иосифа Володского Она и стала Потом подоплекой В Расколе Одной Да Одной Из подоплекой Почему Потому что Никон Уже в своих Желаниях Своих реформ Он именно И утверждает Идею Иосифа Володского Вот эту идею Стяжательства Идею Владычества Церковного Более того Он такие С Алексеем Михайловичем Вытряс Преференции Для себя Там Что Охо-хо Никто его Трогать пальцем Это не мог Вот Ну что еще Интересно Уже в заключении Сегодня скажу Что Огромное Значение Имеет Патриарх Иов Для Сибири Потому что Все первые Книги Воцерковление Людей Здешних После Ермака И Ну будем говорить Духовная такая Борьба за Сибирь Началась Именно с Патриархи Во все первые Книги Все первые Миссионеры Были Отправлены Именно Префедоре Да Именно Иов этим занимался Ну и там Ну конечно Он брал деньги И просил Конечно Ну царя Конечно Понятно Ну и вдобавок Поволжье Астрахань Ну все что Иван Грозный Присоединил Астраханское Ханство И все Поволжье Вот это Нижнее Поволжье Оно тоже Было христианизировано Именно При Патриархе Иове И первые Книги Евангелия Библии Священники Миссионеры И храма Были Его Огромными Огромными Трудами Ну и как мы уже Говорили с вами Примечательный Шифат Это посольство В Грузию Нового избранного Московского Патриарха Для исправления Веры И духовной Поддержки Грузинской Православной Церкви Уже первые Политические Дивиденды Можно Смотрите Какое Величайшее Историческое Событие Какие люди Какие свершения Они сделали Для Руси Вот эта политика Ивана Грозного Которая Развивалась Для централизации Для укрепления Государства Пусть Под конец жизни Там он потерпел Какие-то неудачи В Ливонской войне Но Буквально Через 10 лет При Федоре Федор и Годунов Они завершили Вот этот вот Бросок На Балтику И добили Таких шведов В шведской войне И между прочим Я обращаю Еще раз внимание Федор Хоть был молитвенник Хоть его звали Блаженный Хоть его там Панамарь звал Отец И так далее Он очень мужественно Себя вел При введении Всех войн Значит Он Да Он сам Управлял Ну не управлял Присутствовал При управлении войск При войне со шведами В начале 90-х годов И когда В это время С юга пошел Кызыгирей Он вернулся в Москву И одухотворял Войска своим присутствием То есть он Выезжал к войскам Говорил с ним Представляете Какой это Психологический момент Для русских людей Того времени Да Жень вы правы Абсолютно И еще один момент Историки все упоминают Что он будучи Хоть и блаженным Но он не был трусливым Не был трусливым Он был смелый человек Я обращаю внимание Да Это был действительно государь И еще Обращаю момент на то Мы еще к этому Неоднократно А на колокольню Любил лазить Звонил беспрерывно Отец Пономарь Звонил Романовы Этих людей Федора Годунова Ивана Грозного Федора Годунова И первого патриарха Иова Не включили В памятник Тысячелетия России Это очень важный момент О котором Мы еще вернемся Представляете Вот вообще Патриаршество Это факт Колоссальнейший И даже умудрились На памятник Не включить Это чисто Это клевета Это клевета На Иова Конечно Это клевета Иов Вот еще А Иова Кстати вдобавок Он Я вот так постарался Поковырять Посмотреть Он не замешан Ни в каких Таких особо Кровавых действиях Он не Он вел себя Ни в каких Расколов Обычно Конечно Нельзя сказать Что святой Хотя и святой Конечно Обычный человек Но не такой Что сравнивать С Никонами И прочим Никон Мудрился Такого Понавернуть И ничего И на памятнике Сидит А Это самое А здесь Человек Сделавший В сто раз Лучше И больше Для России И нельзя Я более того Скажу Почему Еще одна из причин Почему уже Дмитрий первый Потерпел Свой крах Да Это уже Дальнейшая Иов его не признал Официально Не признал Он сказал Ты самозванец Его сослали Иова И ничего Не могли сделать Патриарх В ссылке Не убить Ничего И за год Буквально Авторитет С Лжедимитрия Сразу Рохнул Ну Это так Есть Да там Много Потом Потом И гермогены И прочка Иов Практически Уже Там потерял В этой ссылке Очень много Здоровья И практически Он смог Только гермогена Потом благословить На следующее Патриаршество Смотри Какой великий человек Не включил память Меня это Возмущает До глубины души Просто возмущает Мы к этим романам Вернемся Мы еще посмотрим Кто такой был Тушинский вор Я буду Убережать Тушинский вор Не тот Чудик и чмо Который там сидел А был тушинским вором Вот этот вот Основатель Романс Самый натуральный Тушинский вор Филарет Борьба за властью Борьба за властью Мы будем оценивать С точки зрения Пользы и вреда Для России Не их Собственной Личной хитрозадости А вот именно С точки зрения Пользы и вреда Для нашего Отечества Ну это тем Кто сегодня Романовых там Превозносит Превозносит Наше вот все Романовых Когда канонизирует Еще Ивана Грозного Ну возможно Сложность его канонизации И только в одном При смене Все уже мы развенчали Все мы развенчали с вами Все убийства И даже скорее всего Я вот тоже сегодня сидел Читал много смотрел Скорее действительно Он не убивал своего Второго сына Ивана Скорее всего Возможно конечно Толкнул Или еще что-нибудь Но То что он хотел Его убить Это Да Это могло быть Но Вот эксцентричность Конечно Ивана Грозного С посаждением Этого Пимена Новгородского На лошадь Да заданным периодом Голом видишь Что он эту лошадь Обрюхатил Мол там Да Конечно Это чересчур Поэтому вот это Возвывает сомнения В канонизации Поскольку Ртуть Мышьяк Константин Что он творил Перед тем Да тоже верно Но ртуть Мышьяк И блин Болезни Всякие И они Свое Темное дело Сделали Это нервы Это психические Всякие Эксцентрические Поступки Действия Как у Петра Первого Тоже там Не поймешь Потом что выкинет Человек В общем Как бы Точки зрения Православия Духовно Евангелие Ну такой Не уравниваешь Да и степень Ухнутый человек Он конечно Ну ничего Влики Влаженных Ну да Как Николай Страстотерцев А тут Придумаем Что-нибудь Такое Это самое Вот это Монголо-татарская Вся Вот эта Билиберда Трехсотлетняя С рабством С жестким Именно самая Большая проблема Вот 50 тысяч Рабов Каждый год То есть Молодых Здоровых парней Девушек В рабство Даже у арабов Слово слав Приобрело смысл Раб То есть славянин Не 300 лет Меньше 250 Ну да Это я Там уже Можно даже 200 лет считать 200 А остальные Это уже там Набеги И дань Дань платили Платили Откупы всякие То сожгут Москву То еще что-нибудь А вот Реального Такого Ярлыкового Вот такого Татарского Властования И вывезения Рабов 200 лет Экономический И политический Торнер был колоссальный В это время Европа уже Рвалась К цивилизации Строились университеты Было образование Во всю шла Возрождение Эпоха возрождения Там Великие Великие художники Великие Поэты Данты Самое страшное В это время В времена Ивана Грозного И так далее Самое страшное Рафаэль С татарами Добрались на войну С ней Не пришел никто То есть даже в мозгах Русских князей В мозгах русского народа Да Тахтамыш Тахтамыш Законный царь Мамай Бог с ним Ладно Мамай Узурпатор Идея того Что Тахтамыш Законный Государь Российский До того момента Царствовал И это значит Сформированная идея Была своими Своими Собственными Папами Князьями Которые от них Рук получали власть Поэтому и была Благополучно Мы с вами Эту тему Очень Потрону Моздур брали за рукоположилы И все Нет Нет Мы Два слова все равно скажем И вместо того Чтобы Национально-освободительное движение До Сергия Радонежского Никакого Национально-освободительного движения Ни университетов Ни медицины Ни поэзии Ни живописи Кроме Одного Андрея Рублева Ничего Поэтому Ну что удивляться Конечно Конечно Романовы Если по такому принципу Могли тогда поступать Наши Князья А то почему Романовым бы не Затоптать Ивана Грозного И Годунова И Иова Почему не затоптать Я считаю Годунов Это потерянная Нашей историей Возможность Выйти В передовые страны Еще в тот период Именно Годуновская династия Может сам Годунов И был конечно Человек не святой Извите меня Он прошел такие Перепетии Что нет сам Но он готовил Своего сына Федора Так Федор был уже Грамотнейший человек А если бы Федор Борисович Был бы конечно А его просто взяли И зарезали Затоптали Наши люди Наши люди Сами же Вот С наилучшими пожеланиями С духовными размышлениями С историческими Истинами И в общем До новых встреч Спасибо 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 Спасибо